Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана и сегодня у нас рубрика Фаберлик Беспрекрас плюс Биоси. Впереди вас ждут самые честные отзывы. Итак, поехали. Давайте с Биоси начнем. Закончился гель для душа. Это у нас с вами календула. Вот тут по-русски ничего нет, этикетка никакая не приклеена, но артикул вроде как 2103. Солнечная календула, по-моему, называется он, если я не ошибаюсь. Гель для душа очень похож на ифроша. По аромату классный. Густой, но такой травянистый. Знаете, кто не любит травянистый аромат, может не понравится. Густой, гелевый, полупрозрачный. Вот видите, тут уже водичкой, наверное, мы разбавляли. Такого он цвета под эти цветочки. И наклейка сзади. В общем, очень похож на гель ифроша по консистенции, по текстуре. Кожу не сушит, пенится нормально. Выше среднего даже. Нареканий к гелям для душа от Биоси никаких нет. Так, дальше у нас с вами средство для стирки. У меня вот такое вот... А, нет, здесь есть по-русски. Концентрированное средство для стирки и кондиционер для белья 2 в 1. Артикул 8008. Что про него хочу сказать? Запах прикольный. Он какой-то такой цветочный тоже травянистый. Не отторгает. Похож на цветущую липу. Похож на средство для мытья полов. Вот здесь. И не отстирывает он у меня ничего. Если добавлять по инструкции, да, одну крышечку, то даже 1-2 колпачка на 7-10 литров воды. Для машины 2 колпачка на 5-7 килограмм белья. 2 колпачка у меня не отстирывают. Вот если 3-4, тогда да. Тогда есть какой-то толк. А так нет. Расход получается очень большой. И стирка выходит дорого. Средства эти стоят дорого. Фаберлик гораздо лучше. Поэтому смысла повторять покупку не вижу. Даже другие какие-то пробовать не буду. Хотя девчонки писали, что у кого-то отстирывает. Я не знаю, может быть еще от воды. Зависит не знаю еще от чего. Мне, чтобы отстирал хорошо, нужно налить дофигища. Я его прям лила, не жалею, чтобы дорасходовать. Потому что... Потому что налил уже. Следующее, что покажу, закончился крем для рук омолаживающий. Он у меня какой-то прям был долгоиграющий. Как только от линейка вышла, я его взяла. Happy Hands. И вот, мне кажется, это самый такой удачный по консистенции, по питанию крем в этой линейке. Облепиха. Артикул 2510. Единственное, здесь очень ярко выражен аромат облепихи. И кто ее не любит, может тоже отторгать. Но мне нравится. И аромат на руках остается какое-то время. Мне нравится аромат облепихи. Но он действительно безумно яркий и на руках остается. То есть вообще... Вот этот более-менее еще в этой линейке крем. То есть он хотя бы там полчаса-час руки увлажненными держит. Но если чуть-чуть водичку намочили руки, все, его как не бывало, в принципе, как и других кремов из этой же линейки. Следующее, что покажу, это противовоспалительный травяной сбор. Оливия. Здесь у нас в составе листья оливы и трава, и лист перечной мяты. И все, всего два компонента. Артикул 157-50. Мне очень нравятся травяные сборы Фоберлик. Я пила вот этот сбор в момент приступа ЖКБ. И хочу сказать, мне было комфортно. То есть эффект я видела. На тот момент эффект я видела. Я его допила, и сейчас пью гастро. И очень положительно отношусь ко всем травяным сборам Фоберлик. Это здорово, что они у нас есть. И вообще потрясающе. Поэтому у кого проблемы с желудком, да, гастрит, язвы какие-то есть, рекомендую тоже попробовать. Не только гастро, но и этот. Потому что в гастро оливы нет. А оливы именно оказывается антибактериальное, противовоспалительное, антиоксидантное, иммуностимулирующее, анализирующее. Вот у меня боли были меньше, когда я пить начала, да. Тонизирующее, противоотечное даже действие. Способствует нормализации уровню сахара и холестерина. Ну вообще огонь. Пропью гастро, опять себе этот куплю. Ну и мята мы знаем с вами, какими свойствами обладает. У нее богат очень спектр действия. Так, дальше серия дом. Закончил себя ультракондиционер для белья, мелодия солнца, 30 стирок. И он у нас не ноль плюс, к сожалению, поэтому стирала вещи все отдельно. 11857 артикул, и он классный. Знаете, я его когда первый раз брала, я сравнила, первые впечатления были, что там вот хлорочкой где-то отдает, да. Но нет, сейчас, хотя все равно, вот для меня вот этот отголосок есть. Он все равно есть, вот я чувствую здесь хлорку, ты хоть убей. Но на стираном белье все довольно комфортно, все нормально. И он не такой сильно выраженный, допустим, как органа. Хотя вот из бутылки сильно выражен. Но когда белье сохнет и высыхает, он достаточно деликатный. Сам аромат он по себе ненавязчивый. Вот даже не знаю, с чем сравнить, если убрать хлорку. Цветочки, что-то сладенькое. Не знаю. Даже вот не знаю, с чем сравнить. Цветочки, что-то сладенькое. Но он приятный, он достаточно приятный. Из бутылки он нравится мне гораздо меньше, чем потом на белье. Поэтому, в принципе, купила. Повторить и распробовать нормально, брать можно. Так, дальше. Средства для чистки духовок и плит. Сила цитрусов, это уже вот такое вот обновленное. Артикул его 301.19. Средство классное. Средство люблю. Как-то очищалась с ним сковородки. Где-то года аж три, наверное, два назад. Видео есть на канале почти как новое. Плиту чистить. Но вот, допустим, духовку, микроволновку. Все нормально, все замечательно. Но если какие-то сильные капитальные загрязнения, вот как я переехала и пробовала его на таких вот застарелых пятнах, нет, то есть которым больше месяца, скажем так, да, не берет оно, нет, слабое для этих пятен. А для ежедневной уборки, если пятнам несколько дней с загрязнением, конечно, справляется. Справляется. Можно и замочить, эффект будет получше, потом еще раз замочить. Но если честно, не очень люблю вот эту возьму. Я была в поисках средств, и, слава богу, его нашла, видео есть, которое за три минуты все удалит, и не надо ничего чистить. Поэтому вот, да. Но оно не для всех подходит, это средство, потому что это химия, и не для всех поверхностей. А здесь, как бы, более-менее деликатное оно. Я без перчаток работаю, хотя, девчонки, многие в перчатках знают, но лучше, конечно, я вам советую перчатки. Просто ничего не люблю делать в перчатках, вот хоть убейте меня. Аромат нормальный. Я не скажу, что цитрусами пахнет каким-то моющим, не очень приятным запахом цитрусов. Я здесь не чувствую совсем. И знаете, как я его использовала? Мне девчонки посоветовали. Я его переливаю во флакончик из-под грас, антижир. Он с распылителем. Чуть-чуть разбавляю водичкой. То есть это вообще экономить. Ну, не чуть-чуть, кстати, нет. Вот, допустим, на пол флакона вот столько воды где-то, то есть одну треть. Иначе он из дозатора будет плеваться прям нехорошо. Перемешиваю, взбалтываю, и этим средством потом пользуюсь. И раковину эмулированную обрабатываю, и плиту, и какие-то другие загрязнения. И вот так мне нравится гораздо больше. Девчонки, когда-то подсказали, за это им спасибо. Поэтому берите такой лайфхак на заметку. Средство будет заодно экономить. Серия ДО. Ультракондиционер бальзам для белья. Один из моих любимых Фаберлик. Это у нас Сенситив. И он как раз 0+, дерматологически проверен. Я его использую для стирки крестушкиной одежды. Ну, и нашей тоже. Артикул 11856. И здесь очень классный аромат. И он вообще не навязчивый. Цветочный, суперский. Сфлакон достаточно яркий, а на белье потом такой деликатный, такой нежненький. Мне очень нравится. И, на мой взгляд, вот этот кондиционер, именно он делает белье самым мягким из всех, что есть сейчас в Фаберлик. Так, пятновыводитель. Кислородный, универсальный. Я его долила, прям не жалея, когда выводила пятно в ванной. Потому что ни о чем, как всегда. Я решила взять и убедиться, потому что, ну, так не бывает, что у кого-то продукт работает, у кого-то не работает. Но у нас лагерь поклонников и, наоборот, тех, кому не понравилось, разделился ровно пополам. Даже больше комментариев было от девочек, что не работает совсем. Поэтому лила его на это пятно, естественно, не работал он там. И против пятен он у меня не работает. Я его не люблю. Мне не нравится. Единственный момент. Свежие пятна, если залить, и потом еще в машинку залить, ну, то есть залить одежду, залить пятно, потом в машинку положить, стираться одежду и добавить туда еще пятновыводителя, тогда-то свежие пятна. А так, нет, мне не нравится. Есть средства лучше, интереснее и мощнее. Мне даже сухой нравится гораздо больше. Артикул 362. Следующий, это эксперт фарма гель-спрей для полости с пребиотиками. Всегда свежее дыхание. Очень крутой, надо, кстати, купить. Сейчас заказ буду делать, забыла. Вообще, эту линейку очень люблю и обожаю. Я имею в виду эксперт фарма. Здесь достойное средство, которое обладает не только косметическим эффектом, но и лечебным. Заметьте, это косметевтика. Так, артикул 1679. И он действительно классный. Он, если какие-то есть заболевания, полости рта, стоматиты, воспаление, десен, покраснение, он прям работает. Он действительно работает. Запах у него приятный. Он такой мятный, ментоловый. Достаточно сильно ментол выражен. Но мы всей семьей его прям любим. Продукт суперский. Следующий продукт, который постоянно показываю, это гель для купания младенцев. Я его очень люблю. Прям вот очень. И эту линейку тоже люблю. Это тоже эксперт фарма, но детская. Артикул 1641. Он с ромашкой, с пантенолом. Используем его всей семьей. Либо, когда поскидки бывает, для купания берем купание, когда для подмывания берем для подмывания. И функцию они у нас выполняют одинаково. Крестюшка, я и Ксюшка, мы им пользуемся с удовольствием. Так, тушь, девчонки. Глэм Чик. Достаточно классная тушь. Когда у меня была на ресницах, все время спрашивали, что за тушь. Удлиняет здорово. Ей нужно дать время раскраситься. Артикул 5869. И к ней нужно приноровиться. Она у меня еще, в принципе, свежака, не высохла, хотя уже месяца, наверное, два. Да, точно. Здесь огромная кисточка. Она огромная и слегка изогнутая. И вот нужно приноровиться, чтобы не запачкать все лицо вокруг, ей пользоваться. Но мне все равно больше нравится сейчас ферст-класс. Вот она на моих ресничках. Коричневая. Тень такая падает. Да? Плохо видно. Ну, в общем, вот. И она мне нравится больше. Во-первых, потому что она коричневая. Я уже как-то не люблю совсем черные туши использовать. И, во-вторых, она, по мне, лучше разделяет и удлиняет. Поэтому вот эту, хоть она еще и не засохла, я отправляю в пустые баночки. Но кто ищет подобную тушь, кто любит не силиконовые кисточки, да, и такие объемные, ждет именно удлинение, вам сюда. Объема здесь нет совсем. Только удлинение. Закончился кофе. Допила бы муж, потому что мне пока нельзя. Это у нас с вами день, по-моему, да, добрый день. Артикул 16049. И я всегда хвалила этот кофе. Мне нравится. Единственное, что он горчит. Но я его пила с молоком, и мне было вкусно. Он бодрит. Он действительно бодрит. Прям вот на полдня минимум. Я пила его только с утра. В течение дня я кофе не пью. И он приятный, если с молоком. Если без молока, мне что этот, что утро. Они горчат, но утро еще сильнее. Но кофе действительно достойный. Это кофе. Это прям кофе в полном смысле этого слова. Не эти баночки из магазина сублимированного всякого, от которого выпишет. То ли ты кофе выпила, то ли, не знаю, порошок какой-то. Поэтому, кто не пробовал, скидки бывают на него часто. Я рекомендую присмотреться. Он классный, он терпкий. Все в нем хорошо. Так, и, девчонки, новинка. Ну, как новинка? Новинка, вообще-то. Да, потому что полгода назад выпустили типа в каталоге, а появилась на складах только сейчас. И я вам показываю, оставила одну пачку. Это кролик, нежный кролик, корм для кошек появился у нас теперь. О, и артикул, наверное, на коробке, девчонки. Не скажу. Ищите корм для кошек. Вчера комментарий был, девочка написала. Как я бы узнала, что корм для кошек появился? Не в каталогах, нет, не на сайте, в новинках. Согласна. На то мы и существуем. Да, девчонки, на маленьком пакетике артикула нет, поэтому в поиске вводите просто корм для кошек. Классный. У меня кот на него подсел, он ходит, теперь дурниный орёт и выпрашивает его. Остался один пакетик. Сейчас вот в понедельник мы обязательно закажу большую упаковку. Вот стоит, ходит за тобой, орёт и выпрашивает именно этот корм. Он любил вискос. Не надо мне писать про состав вискоса. Уже эту тему обсудили. Желе. И ест он вискос с подушечки. Ну, он ест и еду такую, обычно тоже. Он на вискос так кидался, но на этот кидается вообще ещё сильнее. Поэтому корм достойный. Состав мы с вами разбирали в обзоре заказа. Очень хороший. Буду дальше продолжать брать. Кот оценила. Ну вот и всё. Мои хорошие, вот такие пустые баночки были в этот раз. Надеюсь, мои отзывы были вам полезны. Ссылка для регистрации Фиберлик всегда под видео. Всех люблю, целую. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok